Говорят, если легкая атлетика – королева спорта, то теннис – спорт для королей. И такой привилегированный статус он получил не случайно. Изначально в него играли только аристократы. Кроме этого, это достаточно дорогой вид спорта. Для того, чтобы регулярно тренироваться, требовались значительные финансовые вложения. Сейчас ситуация изменилась, и теннисом может заниматься каждый. Было бы желание, ну и, конечно же, база для тренировок. В Славянском районе база для тренировок большим теннисом создана. Сейчас на территории города оборудовано шесть теннисных кортов. На стадионе – спорткомплексе «Буревестник» в Северном парке и поселке Прибрежном. И стоит отметить, спортивные площадки никогда не пустуют. Здесь ежедневно можно встретить любителей ракетки и мяча. Одна из них – Ксения Кулипко. Теннисом занимается всего год, но под руководством опытного наставника уже достаточно уверенно держится на корте. Очень сложный спорт, поэтому мне очень нравится. Интересный, увлекательный, тренер очень хороший. А в Славянске, наверное, самое важное – это, чтобы был тренер хороший, поэтому выбрала теннис. Занимается с девушкой тренер с 40-летним стажем Андрей Карасев. Этим видом спорта он увлекся еще в детстве и с тех пор не расстается с ракеткой. Тренируется сам, учит играть детей и взрослых. Заниматься на открытом воздухе и в таком прекрасном месте – одно удовольствие, уверен спортсмен. Что касается корта, то он просто создан для тренировок. Дело в том, что этот корт строили из незапамятных времен братья Севиковы. Спасибо им огромное. Вот они строили исключительно идеально по лекалам стандартным, олимпийским. Дело не в самом теннисе, как в виде спорта, а в замечательном условии. Это ведь парк, прежде всего. Это и цветы, и деревья, и аллея. Его вот совершенно недавно преобразили. До этого он был совершенно в другом состоянии. Слава Богу, что наша администрация нашла силы, деньги, волю, чтобы это сделать. Поэтому это просто вот… Просто вот еще одна достопримечательность города появилась у нас. Так что огромное спасибо. Теннис – индивидуальный вид спорта. И чтобы стать настоящим профессионалом, учиться играть надо с детства. Те же, кто хочет просто поддерживать себя в хорошей форме и вести активный образ жизни, можно начинать в любом возрасте. Ограничений никаких нет. Конечно, с детства. Конечно, с детства. Если речь идет о профессиональном отношении к этому виду спорта. А вообще в любое время. В любое время. И пенсионеры тоже милости просим. Потому что это подлевает жизнь и так далее, и так далее. Это вкус жизни. Это вот цвет его. Очень много людей, которые вот вдруг узнали теннис, узнали этот мир. И по-особому сейчас живут. Погода на Кубани – теплая практически круглый год. Так что заниматься теннисом можно постоянно. Тем более, что этот вид спорта в нашем районе динамично развивается. И все больше людей приходят на теннисный корт. Анна Монастыренко, Игорь Иванчугов. Программа «События».